Доброе утро, дорогие телезрители! В Театре «Глобус» готовится к премьере нового спектакля. Уже в эту пятницу Лиси Страта. Комедия древнегреческого драматурга Аристофана. Возрастная категория 18+. Автор вольного перевода и режиссер Олег Липовецкий. Гость нашего сегодняшнего эфира. Олег, здравствуйте! Здравствуйте! Олег Липовецкий. Режиссер, продюсер. Петрозаводск. Художественный руководитель международного драматургического конкурса «Ремарка». Художественный руководитель театральной компании «Не то». Поставил более 30 спектаклей в различных театрах России. Итак, утро театрального режиссера перед премьерой. В какие-то она окрашена. Испытываете волнение? Или это не про вас? Любой режиссер испытывает волнение. Я испытываю волнение ближе, конечно, к спектаклю. Где-то за 30 секунд до начала. Ну, пока я спокоен. Мое утро окрашено, наверное, в белые тона. С рубиновым оттенком, как ваше ожерелье, потому что я с вами разговариваю. Ну, прошло прекрасно. Все хорошо. Ну, мы все ждем спектакль. Интригующие афиши уже украшают наш город и привлекают внимание. Вы являетесь автором вольного перевода этой комедии. Насколько отстранились от первоисточника? Я сохранил всю историю, весь сюжет, всех героев. Просто очень мало существует, достаточно мало переводов на русский язык. И самый известный перевод Пеатросского, который существует, он 1934 года. Естественно, он устарел на данный момент. Поэтому пришлось собрать все переводы подстрочники, которые известны, в том числе и перевод с английского. То есть это уже, получается, двойной перевод. Сначала с гречески на английский, потом с английского на русский и так далее. Свести эти переводы все вместе, вычленить из них самое главное. И потом на основе этого делать собственный перевод, писать собственный текст. Каково художественное время, художественное пространство в этой постановке? Мне кажется, художественное время — это всегда. Да, художественное пространство — это постапокалипсис, постапокалиптический мир. Но, в общем, какой-то год минул, а какого на Земле тысячелетия нет различия между прошлым и будущим. Понимаете, все повторяется, к сожалению. Мы это видим. Войны как были. Ну, понятно, что это антивоенная комедия. И несмотря на то, что люди боролись с войнами различными способами и до нашей эры, и после, и в наши дни, они, тем не менее, все равно продолжаются, к сожалению. Есть мнение, что комедию поставить сложнее, чем трагедию. Вы с этим согласны? Не знаю. Мне кажется, что смех очень сильно оружие. Я все время об этом говорю. Оружие мира, орудие, наверное, так лучше сказать. Потому что люди, когда смеятся, это не я сказал, это сказал в веке классик. Когда смеются, они не боятся, а когда боятся, они не смеются. Вот. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было меньше страха. Поэтому я борюсь против войны, вот как могу, с помощью смеха. Хочется поговорить еще и о вашей команде, и об артистах, и вообще, насколько комфортно и интересно вам работать в Новосибирске. Это замечательный театр, замечательный во всех отношениях. Начиная от работы дирекции цехов, которые работают как слаженный механизм, и заканчивая труппой. Прекрасно, что в эту труппу вливается новая кровь, приходят студенты. Вот у нас в спектакле представлены несколько поколений. То есть есть опытнейшая, заслуженная артистка Наталья Орлова, которая у нас представляет, как это сказать, мастеров, мастодонтов сцены, мастеров. Есть среднее поколение, хотя, ну, нехорошо, наверное, говорит об артистках среднее поколение. Они всегда молодые и прекрасные. Это Ирина Камынина и Марина Кондратьева. Ну, я говорю о женщинах, потому что там еще много прекрасных мужчин. Но так как мы все-таки говорим о песне Ли Сестрата, то больше будем говорить о женщинах. А в этот раз им повезло, ладно. Ну, еще и много артисток молодых, студенток, которые участвуют в этом спектакле, и для которых это, я не знаю, для кого-то, по-моему, первый спектакль, который они делают в этом театре. У вас у самого очень интересная биография, и ваш путь в творчество, в театр. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте. Одна из причин, все началось, потому что вы, будучи актером, не нашли хорошего режиссера. Все так? Не так, не так. Нет. Не так, не совсем так. Я не нашел своего режиссера. Хороших я встречал много. Но, может быть, это из-за того, что я был не очень хорошим артистом. Понимаете? А может быть, как раз предпосылки вот этого режиссерского? Мы не можем сейчас об этом судить, но суть в том, что, наверное, если бы я мог высказаться как актер полноценно, то, может быть, я и не пошел в режиссуру. А, может быть, и пошел. Но вот у меня есть, как я ее называю, крестная мама в режиссуре. Это Елена Осиповна Гарфункель, которая мой первый спектакль взяла на фестиваль к себе, и потом сказала моему мастеру, что надо отправить парня учиться. И мой крестный папа – это мой мастер, который это сделал и отправил меня учиться. Кстати, вы тогда и не предполагали, да, что как раз ваш спектакль и будет выбран. Отдавали его на удачу для просмотра. Ну, я даже его никуда не отдавал. Я просто случайно позвал Елену Осиповну посмотреть его, а дальше уже это все она делала. Вот так. Все случайно, но на самом деле не случайно. Но есть информация, что весной 2019-го вы снова будете здесь, в Новосибирске, но уже с финалом драматургического конкурса, художественным руководителем которого вы являетесь. Международный драматургический конкурс «Ремарка» художественным руководителем которого я являюсь. И этот конкурс передвижнический. Каждый год его финал проводится в новом городе. Мы проводили финалы в Питере, в Уфе, в Казани, во многих городах. В этом году мы счастливы, что он пройдет в таком прекрасном театральном городе в Новосибирске, благодаря театру «Глобус», кстати, на базе которого и состоится финал. Надеемся, что примут в этом проекте участие все театры города. И состоится такой четырехдневный фестиваль, когда зрители, которые придут бесплатно на все мероприятия, услышат и увидят эскизы по новым пьесам этого года, которые победят. Мы победителей узнаем весной. И это будет очень интересно, потому что эскиз – это иногда гораздо интереснее, чем спектакль. Потому что мы, во-первых, видим актеров, которые открываются с неожиданной стороны, благодаря стрессу. У них нет времени, чтобы распределиться в материале, сесть на свои актерские штампы привычные и начать играть. И мы их видим вдруг настоящих. А с одной стороны, а с другой стороны, у нас нет полноценных декораций, света и чего-то. И весь театр растает, наверное, у нас в голове. Понимаете? А наша голова – это самый лучший театр, который может быть. Мы зовем всех новосибирских жителей, всех прийти на этот проект. Это будет очень интересно. Готовимся к весне, ну и, конечно же, к сегодняшнему вечеру. Медсестрата «Клобус» и «Премьера». Спасибо вам большое за интервью. Можно еще сказать? Конечно. Кроме того, что это антивоенная комедия, мне кажется, что это спектакль для мужчин и женщин. Потому что на сцене столько красивых мужчин и женщин, я все время ловлю себя на мысли, что забываю работать. Спасибо вам большое, удачной премьеры. И до скорых встреч теперь уже весной. Спасибо вам, спасибо зрителям. Спасибо. Спасибо.